Значит так, тема нашего сегодняшнего рассуждения это коммунизм в Швейцарии. В настоящий момент вынесено на у них вроде как на всенародное обсуждение следующая тема. Любой швейцарец получает порядка 2000 евро в месяц просто за то, что он швейцарец. Хорошо. Это вот такова у них вот эта самая ситуация. Примут этого, не примут, тем не менее, очень вероятно то, что они примут. Но обратите внимание, что это очень сильно напоминает некое коммунистическое общество, поставленное в одну отдельно взятой стране. Если у нас либералы заставляют народ трудиться за, грубо говоря, сравнительно маленькие деньги, то вот у швейцарцев вот так. И хочется понять и рассмотреть, как они дошли до жизни такой, и будет ли наше всеобщее будущее именно такое, как у швейцарцев. Что это за страна? Ну, это порядка 8 миллионов человек. Это формальный президент, которому руководит каждый из главкантона всего лишь по полгода. То есть это очень широкая демократия. Это армия, которая не является нисколько контрактной, а является так, что все служат, и все с радостью служат в этой армии. Ежегодно все проводят сборы. Как ни странно, роль, например, диверсантов, разведчиков у них исполняют юристы. Спрашивается, а почему так? А потому что наши швейцарские юристы зарабатывают настолько много денег, что постоянно себя поддерживают в великолепной физической форме. Поэтому запросто во время войны могут пойти, забраться в тыл врагу и взять там языка. Кто-то является просто поваром, кто-то стрелком, кто-то еще как-то. Практически вся электроэнергия вырабатывается либо на атомных, либо на гидростанциях. А Швейцария очень богата гидроэнергии и очень много там атомных станций и так далее. Что у них за экономика? Ну, в первую очередь, банковский сектор знаменитый. Раз. Во-вторых, высокотехнологичная экономика. Они главным образом являются главным производителем всевозможного медицинского оборудования. В том числе, например, протезы для суставов в самой лучшей в мире производят именно швейцарцы. Это мощная фармацевтическая отрасль. Она настолько мощная, что ряд целых крупнейших компаний имеют швейцарскую прописку. И прочее, и прочее, и прочее. И кроме того, самое интересное, что они сохранили высококачественное машиностроение и вообще промышленное производство. Все знают швейцарские часы. Это действительно удивительный продукт высоких технологий. И это, безусловно, то, что делается руками. Вот так. Такая вот вещь. Это очень замечательное общество. И такое складывается ощущение, что именно они первые перешли к тому, что можно назвать когнитивному обществу. Или обществу следующей фазы. Ну, в самом деле, если первая фаза это будет традиционная фаза, полностью связанная с земледелием, когда у вас 95-98% занимаются тем, что выращивают на небольших кусочках земли, выращивают какие-то продукты питания. Тогда там тоже можно говорить о неком обобщенном ВВП. И она растет на проценты в столетии. Потом есть индустриальная фаза. Там тоже можно говорить о каком-то ВВП. Все собраны в громадных городах. Существует машинное производство. Большая часть народа работает в этой самой ситуации. На этих самых заводах. И тогда тоже можно говорить о каком-то росте. Это проценты. Проценты уже не в столетии. А то это проценты уже в год. Три процента. Пять, бывает, десять. Какого-то там. Какого-нибудь инди. И, наконец, современное общество когнитивное. В чем оно состоит? В том, что ты изготавливаешь не сельскохозяйственные продукты, которым питаются, не какие-нибудь продукты промышленного производства, которые у тебя общество потребляет, а тем, что очень быстро изготавливаешь новые знания. Эти знания мгновенно внедряются в мир и подают тебе сумасшедший прирост производства. Ну, могут сказать, ну что такое Швейцария? То у них нулевой рост ВВП. Иногда было 3%, а теперь 0%, а иногда и просто снижение. Но на самом деле ВВП это неудачный параметр. Мы же понимаем, что компьютер, купленный за 100 долларов, и компьютер, купленный за 100 долларов сейчас, сотни раз отличается по своим параметрам. Как это учитывать? Это не очень понятно, как это учитывать. Но, тем не менее, учитывать это можно. Но они будут отличаться сотни раз. Мы видим, что так подобного рода, что Швейцария ни в коем случае не является просто индустриальной страной, то есть не индустриальной страной. Она является высокоразвитой индустриальной страной при всем этом. При этом в основе его находится интеллектуальное производство. Это юристы, это банковские служащие, это изобретатели новых машин и механизмов, это научные работники в области фармации. Вот такое это общество, вот так оно выглядит. Очень интересно посмотреть. И, по сути, их качество жизни должно быть фантастическим. То есть при сопоставимых с Россией, скажем, доходов ВВП, то есть у них там 60 тысяч, у нас по ППС 25 тысяч, качество жизни там должно превосходить в десятки раз. Но, в первую очередь, качество медицинских услуг. И это действительно так. Качество медицинских услуг превосходит наше российское качество в десятки раз. Это вот, это своеобразная ситуация. Но тут встает вопрос. И похоже, что будущее как раз вот за таким миром. И в Швейцарии это является его прототип. То есть весь мир приходит в некую такую активную фазу, где у тебя большая часть населения – это учителя, врачи, научно-исследовские работники. Учителя, врачи, научно-исследовские работники. Культуры. Высокого уровня, в меньшем гораздо смысле. Нет, там очень много народа занимается. А в Швейцарии? В Швейцарии очень много. И при этом совершенно свободно рисует. Чуть что-нибудь и нарисовал. Все поощряется, все продается. Хоть малейшее творчество, там просто вот процветает. Да, я об этом немножко позже скажу. Да, я в Варинский театр приезжал. Театр балета Бижара из Швейцарии точно так же. Там же в доставните небольшие городки. Он из Лозанны приезжал. То есть, вот Лозанна, это небольшой город по советским, по российским меркам. 300 тысяч человек всего лишь вместе с агломерацией. И там выдающийся театр балетный. Там оркестр хороший. Да. Я просто не понаслышку. Теперь вопрос. Все очень это здорово. Все это очень интересно. Но стоит другой вопрос. Кто является субъектом подобного рода развития? Нам кажется, на основании традиционной фазы, индустриальной, их является отдельно взятый человек. Отдельный индивидуум. Но у нас же действительно. То есть, если человек будет жить и лучше, то он будет жить и лучше как бы один. Это знаменитая концепция 90-х годов. Называемая марафонская концепция большого черного джипа. Когда ты очень богатый, но ты сидишь на своем участке, горожен на высоком забором с колючей проволокой, а на углах у тебя стоят автоматчики. Ясно, что ты богатый, но ты как бы являешься единственным субъектом. Жить тебе очень нехорошо. Жить за колючей проволокой с автоматчиками очень-очень неприятно. И есть другая концепция. Но вот, тем не менее, мы вот эту субъектность отдельного человека можем понять и почувствовать. Мы считаем, что отдельный человек является основанием достижений каких-то в науке, в технике, в чем-то либо еще. Но вот здесь мы как раз очень полезно вспомнить о замечательной концепции Александра Балдачева по поводу кошки у холодильника. Кошка у холодильника, находясь в старой фазе добывания, добычи продуктов, сидит перед холодильником, выпрашивает там корм какой-нибудь кошачий. И ну, если бы кошка была думать, могла бы рассказывать, то что бы она подумала? Она подумала бы одну замечательную вещь, что это она сама его так добыла. Это она так наохотилась. Но мы понимаем, что процессы, которые происходят за этой ее охотой, они носят совсем другой характер. Сложное производство, сложная экономика, научно-технический прогресс, позволяющий сделать мощную холодильную машину и так далее и тому подобного. Что нужно делать кошке в этом смысле? Кошке надо быть милой. Стучать, поласкать. Если в индустриальной фазе тебе нужно быть умным, тебе нужно быть здоровым, тебе нужно быть сильным, то что главное для человека получается в следующей фазе, если он не субъект? Ему нужно быть милым, ласковым, красивым и каким-нибудь еще, и с хорошей прической чем-то еще. Похоже, что в новой когнитивной фазе является основным, является не некоторая новая форма организованности, при которой при этой форме организованности человек существует как кошка в качестве домашнего животного, какого-нибудь там инженера или кого-либо еще. То есть у тебя с субъектом возникает некая организованность, эта организованность чем-то питается. Нам кажется, что какое-то безумие, поощрять этот ручной труд, лепку, какие-то маленькие картинки, что-либо еще, ничего подобного. Мы на самом деле, за этим скрывается наше подношение всего лишь вот этой новой формы организованности. Именно она, именно вот эту форму организованности очень похожа, что надо вырастить и в мире. Если она возникает у тебя, у тебя возникает когнитивная фаза, то у тебя производство так называемое, то есть так называемый ВВП аккуратно сильно считаемый, с учетом того, что у тебя количество, скорость процессоров растет каждые 2 года в 2 раза, емкость аккумуляторов растет каждые 5 лет в 3 раза и вот всякие такие вещи. Если ты все это учитываешь, то действительно своим кошечкам, то есть своим людям ты можешь позволить такую замечательную вещь, как 2000 евро, каждому, придавчику его заработной плате только за то, что он швейцарец. Поэтому, как бы видите, что здесь надо понимать, что крестьянин, пришедший в город, он не понимает, чем люди там занимаются. Вот не понимают, откуда такой рост, откуда такое благополучие. Земли-то у них нет. Точно так же нам кажется, что мы понимаем, чем занимаются люди в Швейцарии. Мы же их думаем, ну да, они банкиры, они еще чего-то. Ничего подобного. Они всего лишь кошечки, быть может, кошечки перед некими-некими сложными организациями, которые мы не замечаем. Так же, как кошка не знает, что такое экономика, не знает, что такое промышленное производство, жалобно милкая перед холодильником. Вот такой вот мой смысл. И очень похоже, что некий ряд небольших европейских стран первыми предошли к такому своеобразному когнитивному переходу. Кто еще, кроме Швейцарии, здесь является конкурентом, претендентом? Люксембург. Ирландия. То есть субъектом-то кто является? Непонятно, кто является. То есть, вопрос субъектом и является в классическом смысле человека, а тут кто является субъектом? Непонятно. Некая другая организованность, которую мы можем даже не замечать. Нет, просто так же организованы, допустим, как у него там Арабские Эмираты, там Ривия была организована. Нет, не было, не было. Советский Союз нет? Не было, не было. Ничего подобного. Но тоже же в Советском Союзе было очень много всякого рода косвенных прибавок к зарплате. Ну, речь идет не о прибавках к зарплате, а речь идет о некой новой качественной фазе. Или в Америке, если ты действительно араб, родился. Это разные вещи, Балат, это разные вещи. Речь идет не о том, что две тысячи долларов платят, это неинтересно. Не распределение, суть не в распределении имеющихся богатств, а в некой организации само получение этих богатств не из вне, не из недр, а вот из самого общества. Я думаю, что ты нашел у себя на участке сундук с золотом, не из этого, и поделил ее поделился своим. А сама организация порождает вот это богатство. Да. И... Как индустриальное производство, с точки зрения крестьянина, непонятно, почему порождает какое-то невиданное богатство. Ты говорила о демократии, а что удивительное, что эта структура демократическая в виде государства зарабатывает какие-то государственные деньги, которые ей некуда девать. Единственный способ, которым она понимает, как их можно использовать, просто давать людям, которые будут их использовать. И, собственно, через спрос поднимать, опять же, как бы... Ну, вот речь как раз идет не о том. Это вот речь именно о кошке, которая считает, что она в холодильнике находилась. Покруг бы пояснить, как я понял. То есть, вот есть земля, она родит злаки. Это пища и то богатство, которое я могу продать. Мне понятно, откуда это было. Откуда мое богатство, откуда я дом построил. Есть предприятие, там менее понятно, откуда. То есть, вроде стоит дом, но он дает превращение капитала. Да, там идет дым из трубы. Да, дым из трубы идет. Но тут мы, как бы, по размыслив, все можем себе представить, что это накопленный труд предыдущих поколений, как будто аккумулированный в средствах производства. А здесь еще следующий этап. Вот это накопление уже не выражается в новых средствах производства, новых заводах, новых станках, а запечатлевается в самом обществе. Вот в организации общества происходит накопление нового богатства. И функционирование этого общества, как бы, оно одновременно и накопление, и распределение. Вот нет отдельно. Вот когда в Советском Союзе или в Эмиратах отдельно было накопление, отдельно производство, потом распределение кому-то. Или сырье отдельно, вот оно его взяли и передали. А здесь это единый процесс. И почему с кошкой здесь ассоциация? То, что мы даже не знаем, откуда это. То есть наше желание быть хорошим и наше желание благоприятно относиться друг к другу и жить в этой организации, дает нам этот корм. А откуда мы не знаем. То есть это не то, что я пошел, постучал, что-то сделал, нашел, смастерил. А вот просто я живу в этом. И этого достаточно, чтобы получить в ответ от этого общества блага достаточные для того, чтобы проживать, жить вот эти две тысячи. Притом, с точки зрения русского, блестяще жить. Да. Не надо же быть наивным. Мы же понимаем, что если где-то что-то прибавилось, значит где-то убыл. Нет, этого совсем не так. Марсисты как рассуждают? Откуда весь этот пафос экспортируется экспортиру? Потому что их обманывают. И эксплуататоры, и зарабатывают. Вот это не так. Вот это неправильно. Отъема чего-либо воровства, сокрытия и прочего. Все правильно было. Это было на каком-то этапе. Действительно, и были рабы. У них как-то захоронение энергии здесь, это условно, в обобщенном смысле. Не работает. Не работает, потому что солнце светит. Солнце светит. Да. Это все энергия солнца. То есть все, за счет чего мы живем, это все энергия солнца, конечно. Ну нет, еще много чего, кроме энергии солнца. Но солнце светит. То есть есть, да, условно говоря, какое-то данное. Да, у тебя есть. У тебя есть много кошечек, которые швейцасы, поскольку вокруг него, как вокруг костра. Нет, это тоже неправильно. А как? Это неинтересно. Вот ты говоришь про организацию самопережных, это кошечка. Кошечка никак не участвует в организации этого. Она просто как бы дополнительная. Ну это такой, нет, нет. Но это, конечно, пример не очень. Кошечка создает уют в доме. Пример с кошкой возник немножко по другой ситуации. Он здесь просто эксплуатируется вот в этой, да. А изначально у меня он возник с примером глобальной сети, глобального производства ушедшего в осадок. То есть следующий вообще постэкономический этап. Вот некая сеть, некий интернет, туда все ушло, да. И мы даже не знаем, откуда там берется. Мы просто подходим, стучим лапкой, как кошка, и получаем это. То есть относительно животного уровня, наше производство действительно непонятно, откуда что берется. Кошка на своем уровне, животном. Она должна выстудить мышку, поймать мышку. И понятно, вот она взяла ее конкретно. А когда она присутствует при промышленном производстве, индустриальном, кошка, для нее вообще непонятно, откуда это взялось. Так вот, и тут ситуация тоже такая, что цель социума швейцарского не в том, чтобы увеличить количество предприятий и за счет этого накормить народ или увеличить количество добываемых скопаемых, а в том, чтобы создать такое общество, которое будет аккумулировать уже само в себе, то есть некие блага. То есть он будет и само создавать. Само создавать. Но создает, то есть скажем так... А в качественном уровне. Да, я поясню так, вот еще. Для того, чтобы создать что-то полезное, нужно было пахать 20 часов в сутки раньше и таскать кучу земли, камней и все прочее. Потом было достаточно стоять у станка и крутить ручку. Потом было достаточно нажимать кнопку только на этом станке, чтобы он производил. И в конечном итоге седется к тому, что достаточно быть потребителем и желать что-то. Если ты что-то, этого станет достаточно от того, чтобы не только получить, но и произвести. То есть вот твой взнос в производство благ... Твое желание. Твое желание. И при этом благо желание. Это, знаете, похоже на организм человеческий. Есть какие-то разные клетки. Часто есть клетки, которые вообще ничего не делают, по сути, какие-нибудь там. Но они получают, как и все, какие-то блага и прочее. Смотри, здесь немножко все-таки не так. Просто, грубо говоря, организованность другая. Вот она сидит, какая-то клетка. Нет, понятно, что она какая-то полезная. Клетка мышцы, она что-то сокращает иногда. Ну, для нее это привычно. Она сокращает себя и сокращает. Нет, Игорь, посмотри, здесь действительно хороший пример, потому что, скажем так, для клетки организма не существует. Не существует, конечно. Нет, она живет своей жизнью. Но именно, чтобы питаться, она просто должна быть включена в организм, в этот процесс. Конечно. И не должно ничего другого делать, кроме как просто жить. Да, конечно. Вот с точки зрения одноклеточных, это непонятно. Там даже ты жгутиком куда-то идти, там что-то добывать. А здесь ты вот делаешь свое дело, сокращаешься, или там хлопаешь и получаешь все, что хочешь. А при этом получается огромный энергетический запас в организме откуда-то. При этом каждая клетка его не добывает. И она, на самом деле, не понимает. Она не понимает. Она не понимает. А делай, что надо, и получишь все, что тебе нужно. Вот он коммунизм. То есть будет милой клеткой, как бы. Да, да. Будь милой клеткой, не раковой. Да, чтобы тебя не оттонки. И они, как бы, да. И когда вот народ-то из низкой фазы-то приходит, он реально думает, что... Некоторые реально приходят и думают, что здесь происходит эксплуатация человека человеком. И каждый друг другу себе волк. Вот стоит там, приезжает он куда-то, там, в Швейцарию или Норвегию, там, стоит корзина полная фруктов. Там цена, условно, написана один евро. Но он же человек понимает, он же араб, что он один евро может сэкономить, забрав все корзины. И он ее забирает. Ну, так вот, и ему кажется, что он заработал. Да ничего подобного. То есть он, да. То есть он, то сознание, что ты заберешь больше, чем тебе нужно, ты меньше заработаешь, и это останется. Потому что это элемент общего блага. И тебе, то есть... Каждый друг другу волк, каждый друг другу враг. Если вы посмотрите, и в нашем обществе есть дороги, да, их же никто не разбирает, там, по идее, там, бордюры всякие, столбы строятся. Это только недавно. Это только недавно. Элементы есть этого, согласитесь. Этот элемент действительно... Опять, это же минимальный пандалисм всегда есть. Надо всегда не скатиться и считать, что фонды общественного потребления это то самое, что происходит, как в Швейцарии. Это не так. Фонд общественного потребления, это Объединенные Арабские Эмираты. Когда они нашли у себя на участке сундук с деньгами и раздали всем своим гражданам. Эмир взял и раздал. Вот это... У меня в любом обществе строятся общественные дороги. Да, но это может быть просто как, действительно, общественные дороги, что король собрал налоги со своих подчиненных и построил дорогу. Она же точно так же бесплатно все пользуются. Это бесплатно, безусловно. Это бесплатно, но здесь качественно другая картина. Здесь картина другая. Ну давайте, в чем различие-то? Мы пока на низкой стадии находимся, они на более высокой. Но это в чем качественно-то различие? Тем, что... Качественно на качественно. Тем, что мы не понимаем, как на своей индустриальной фазе за счет такой идет такой сумасшедший прирост. Вот не понимаем все. Понятно. Вот может быть и мы когда-нибудь на этот поступили путь. Но тем не менее, у нас же тоже существует тут нечто. Это вот социально бесплатно, доступно всем. Ну это... Это сундук не реально. Здесь вопрос, как мы уже обсуждали. Речь идет не о том, что это вот социально, а о происхождении его. То есть о происхождении блага. Здесь отдельное производство, аккумуляция и распределение. А здесь производство в самом потреблении, в самой организации. Вот в чем разница. То есть когда организация такова, что я возьму только то, что мне нужно и не больше, это весь акт производства. То есть значит это, то есть не украду, это будет как бы я потом, а потому что я здесь взял малость то, что мне нужно, я в другом месте возьму больше, то, что тоже мне нужно. И вот эта организация позволяет... Это не в коммунизме. От каждого по способностям, каждого по хватает. То есть даже не по способностям. От каждого по желанию. То есть это еще более крутой коммунизм. Да, да, да. Скажем так, другой пример, что сейчас, я его уже приводил раньше тоже, когда рассказывал про экономическую сингулярность. Сейчас производство на душу населения товаров превышает необходимость множество раз. В тысячи, в сотни раз. То есть скажем, Габриэр приводил, что у каждого есть камера дома. Если считать потребность в камере в человека часа, ну в часа, вот сколько я ей пользуюсь? Я пользуюсь большинству людей раз в месяц, раз в год. И вот таких вещей, машины на улицах, сейчас вот налаживают тоже систему обмена, что ты приехал, оставил, там забрал, переехал. То есть если посчитать потребность в каких-то... Перепроизводство продуктов огромное идет, потому что нет системы... Ну что, для каждого. Да, поэтому если общество организовано так, что оно потребляет только то, что нужно, то сама эта организация снимает огромное количество избыточного продукта, просто снимает необходимость. Я бы еще добавил, помимо всего этого, вот мы же рассказывали, помните, про Иосифа Шампетера и про его концепцию вредности, что свободная конкуренция очень часто поднимает издержки, вместо того, чтобы их снижать. Да, да. Это вот как ни странно. Вот у Переслегина недавно, не знаю, он меня слушал, или сам тоже опять придумал. Такая была значительно более удачная вещь, что у вас есть некая экономика, и люди играют в свободный стул. То есть два человека бегают, бегают по кругу, потом звучит сигнал, и каждый должен сесть на круг, на стул. Понятно, что в нашем обществе всегда на стуле останется сидеть один человек. Но оно устроено таким образом, что эти два человека все равно должны бегать. И здесь громадные издержки возникают. Вот бегают они вдвоем, попадет все равно один. А зачем тогда второму-то бегать? Пусть второй займется чем-то полезным тогда. Сейчас прекрасно. Каждый из нас сядет в интернет, проведет там час и выяснит, какая камера видео лучше, по параметрам объективно, ему нужна. И в принципе подсчитать вот такое количество камер, такого параметра, такого уровня, вот столько-то нужно, столько-то, столько-то. Но производится сколько разных фирм. То есть по сути, если поставить перед собой сейчас задачу, вот камеру данного уровня сделать максимально хорошую. Так запросто, если люди договорятся, они сделают ее максимально хорошую. Зачем нужно? Sony, Panasonic. В коне за прибыль, каждый ходил. Да, да, но это конкуренция. Конкуренция, реклама. Я думаю, что огромное количество средств тратится на рекламу и огромное количество товаров не продается вообще. То есть они утилизируются, потому что для того, чтобы выдержать рекламу, конкуренция, нужен некий избыток. Да, конечно. То есть если... Избыток рекламы самый главный. Если раньше реклама и конкуренция, это был способ выяснить, что лучше, то сейчас нужно полно способов выяснить, как лучше. Да, здесь еще, если у нас в ранней стадии в 90-х годах у нас конкуренция, это была попытка снизить издержки. У кого меньше издержек, то это... То сейчас, грубо говоря, всевозможная реклама, это просто повышение уровня информационного сопротивления. Чтобы что-то я купить, я продираюсь по снимочное информационное сопротивление. То есть фирмы, фирмочки, рекламы, телевидение, которые мне пытаются продать то, что я бы, если бы они меня не окружали своим вот этим информационным прессингом, выбрал бы гораздо проще с меньшими издержками. Интернет-то есть? Это вот. А еще проблема в том, что все-таки Швейцария маленькое общество. Да, я вот и говорю, что маленькая страна. Может быть, семье, конечно, можно разумно все устроить, потому что можно договориться. Ну, в семье даже невозможно. Ну, часто бывает, и в семье даже невозможно. Тем не менее, в маленьком коллективе всегда легче устроиться, разумно. А в большом коллективе что делать? Я не знаю. Ну, для больших стран, там Америка, там... Но дело в том, что современные и производства, и средства коммуникации, включая интернет, позволяют создавать уже непространственно локализованные социумы. Да, конечно. Здесь нет никакой необходимости пространственной локализации. И территория как таковая государственная, она теряет смысл. Это, между прочим, происходит в США. Вот у нее, в отличие от Швейцарии, где есть кантоны, где такие социумы локализованы, у ней эти социумы не локализованы. Поэтому наши смотрят, о, типа в Детройте негры, там это, то это, там-то такое, это голод, что-либо еще. Да вы посмотрите на их социумы какие-нибудь, которые у них существуют. Ну, ту же условную силиконную долину, которая рассыпана вот этой всей этой паутиной по всей Америке. Да там высочайший уровень жизни. Территория теряет свой смысл. Организация людей от государственной, территориальной, переходит на другой уровень. Но, тем не менее, Швейцария имеет границы. Ну, пока, пока она имеет границы. Совершенно свободные. А не получится так, что, если границы открыть, никакой Швейцарии не будет. Чего? Не получается, что ли, ты все-таки хочешь жестко... Общество закрытое, общество только может добиться такой высоты, что нельзя его... Это может быть все-таки эффект, на самом деле. Ну, пока. Но если это будет не территориальное образование, и ты заходишь в некий социум, скажем, в сети, то есть ты либо в нем не уживешься, ну, на форуме, как на любом, да, либо ты уживешься в него и будешь получать все блага, какие там есть. То есть тут... Да, это очень интересно. Это у нас же люди не понимают. Они считают, что люди там хорошо живут, потому что они богатые. Потом они считают деньги, видят, что доход на душ населения у нас иногда выше, чем, скажем, например, такой же, как в Португалии. А качество жизни неспоставимое. Как так? Что так? И мы опять не понимаем, чем здесь происходит. А происходит вот нечто странное с точки зрения, что они на самом деле находятся в другой фазе. И земледельцу непонятно индустриальное производство. И как и нам сейчас непонятно представителям индустриальной фазы их производство в этом. У них в коровниках, у каждой коровы хвост подвязан. Да? Так у них корова на самолетах. Я так не... Ну, это реклама. Реклама же масла, там, помните, там на самолетах у них корова. Почему масло такое воздушное? Потому что у них корова на самолетах. Да нет, ну это... Это реклама. Понятно, это реклама. Это просто сам факт. Очень доброжелательное общество. Всключительно, да. Да, и... И даже две тысячи франков, вот у них все... Это, хотя, большие... Две тысячи восемьсот, да. Деньги. Но мне вот сын сказал, что да, подходит старушка, говорит, вот я нищий, там, все такое, вот мне не хватает, все, да, сколько мне... Две тысячи франков. Это я на тысячи двести живу, так что недавно. А вот еще такое, как бы, замечание в качестве справедливости. На самом деле, Швейцария, это как-то, это не участвовало в воинах, да, она как-то всегда соблюдала... Ну, есть момент, конечно, есть. Ну, это ясно, что она не на пустом месте. То есть, есть, естественно, что... Аккумулированные богатства, которые там накоплены сейчас, которые дали ей вот это, сейчас, или, возможно, дадут этот скачок, это, конечно, собрано со всех. Но это не аргумент, типа, что, значит, это все плохо, значит, не обворовали. Это высочайше образовательные русы, они все практически билингуют. То есть, всех, уровень всех поднимается. Ну, и в России-то уровень, видите, жизнь поднялась по сравнению с 70-ми, 80-ми годами. Просто отстаем. Но они как бы в вангарде показывают... Просто сейчас в России появилась тенденция пытаться эту отсталость законсервировать. То есть, упираясь на некий собственный путь. Вот в чем дело. Особый русский путь? Да. Вы пишете сам про русско-национальную путь? Да, да, да. Что специально русско-национальная путь, это всего лишь попытка законсервировать, собственно, осталось. Нет, это наоборот. Это попытка законсервировать, собственно, осталось. Ну, не надо, может, стать и иерархистским странам? Да, да, да. Это настоящий путь должен был быть. А, это нельзя было желать. А, если истать и, на самом деле, остаться как бы... А когда говорят о национальном пути, о специальной русской православной духовности, то эта попытка законсервировать, собственно, отсталась, ничто иное. Ну, не отсталось. Целеболгане не такое, сохранить свои капиталы. Ну, у них-то да, это для нас осталось. Ну, для нас, да, это скар следствия. У них-то, конечно, сохранить собственную власть и собственные капиталы, это так, да. Потому что они нелегитимны, вывести их невозможно. Да, и один опыт показывает, что они неконкурентоспособны там, Сулеймана Керимова, они просто там неконкурентоспособны. Ну, вот в чем дело тоже. Они клуб, футбольный клуб купить могут, а фирма так, чтобы она работала всерьез. И, тем не менее, часто говорят, что в Швейцарии скучно, на самом деле. Ну, есть, есть немножко уровень самоубийства, все. То есть, действительно, там люди, бывает, с катушек сваливаются, набиваются, и все. То есть, вот именно от того спокойствия, от монотонности... Многоустроенности. Да, это все есть. Но, с другой стороны, если у тебя хоть малейшая есть потребность, творчество, хоть малейшая потребность что-то делать и заниматься, ты этим будешь, и тебе будет это оплачиваться. То есть, вот это очень великое благо. И, опять-таки, высочайшее развитие науки. Это передовая фармацевтика, повторяю. Вот батарейку запатентовали они на холодном ионированном сентябре. Реально, вот батарейку вот такую взяли, запатентовали. Посмотрим, будет ли она на них работать, нет? Но если будет, у них есть крупнейшие там гиганты с тысячами сотрудников, и это тоже с этим скрывается. И, ведь, любой институт, там же не один человек работает, работает куча народа. Даже вот советский какой-то институт. Он является некой тоже структурой, которой кошки не понять сидят у холодильника. Ну, не понять, как он работает. И мы, когда находимся в институте, мы вот в этом, или в их высокотехнологичной фирме, мы тоже не понимаем, как она работает. Обама совершенно правильно говорит своим высокотехнологичным бизнесменам, что ваши капиталы сделаны не вами. Это действительно во многом так. Потому что, а если бы Сергей Брин, еще раз повторяю, не уехал бы в Америку, а здесь бы он жил, то сейчас бы он сейчас ходил бы по фирмам и перестанавливал на компьютерах Windows. И все. И это был бы его потолок. А сейчас он так. Сергей Брин? Солодец Google. Основатель, солодец Google нашего YouTube, на котором мы крутимся. И вообще все. Нет, YouTube они купили. YouTube? Да, да. Купили? Купил, да. Ну, я имею в виду владелец, но... Солоделец Google. А, совладелец, да, да. То есть, ну, не основатель, сначала владелец Google. Да, он совладелец, а владелец YouTube. Солоделец YouTube и всяких вот таких вещей. И это вот как бы, это надо понимать, что мы имеем дело с организованностью и функционированием экономики на принципиально ином уровне. Ее можно, ведь в том числе, ее можно попытаться скопировать. И скопировать ее можно так, как Петр Первый. Да. Как и Петр Первый, который, в первую очередь, как бы внешние атрибуты пытаясь перевести из них внутренние. Начал немецкую одежду внедрять, до бороды брить. Может быть, и так можно попытаться. А можно... Ну, вот я мечтаю. Я в последнее время этим занимаюсь, ты заметил. Но им не получается. У нас, понимаешь, практически, у нас не холодильники. У нас нужно подойти и постучать к сейфу. Да, нет, еще не только. У нас надо еще по кому как. Мне еще надо по помойке поползать и там эти... Ну, да. Либо помойка, если хочешь стать свободным, либо сейф, если ты хочешь крутить хвостом перед владельцем этого сейфа. То есть, ну, но сейф не производит, а сейф просто положено. Да, а холодильник вот это производит, как мне сказали. А холодильник производит. Я про американский коммунизм тоже своего рода там смотрел на Витюбе ролики, как люди живут на помойках. То есть, у американцев там они такие цивилизованные помойки. Ну, да. Я не рассказываю, что они там на помойках находят. Это видишь, это... Да. Это вот тоже впечатление с этой точки зрения, где вот у тебя есть какая-то организованность, которая жуткая производительность, только что у тебя там помойки что-то сделает. И крыса, которая живет на этой помойке, она думает, что наступил коммунизм. Там все есть. Но крыса не понимает, что происходит. Это характеристика избыточности, товарной избыточности. Если бы ее не было, то есть свалки-то как таковой не было. Сумасшедшая там производительность. Но интересно, что крыса, которая живет на свалке, она к этой, как и кошка, она к этой организованности не принадлежит. И кошка перед холодильником не принадлежит к организованности, которая развивает их холодильники. А швейцария не принадлежит. Да, а швейцария принадлежит к этому. И сейчас, скажем, в том новом форме организации социума, то есть холодильник работает на этом постуке, не по холодильнику. Вот так вот можно сказать. То есть все стоят и стукают по холодильнику, это достаточно, чтобы он производил. Да, но не специально, что, блин, там надо так науществить. Ну сначала нужно его так сделать. Да и надо самим на вострице так стукать еще. То есть они сами этот холодильник. Потому что надо ее в коем случае не разрушить, потому что придет голодный русский кот, он будет лупить по этому холодильнику таким образом, что тут сломается. Поэтому пока еще есть граница. Да и все мыши оттуда убегут. Это вот такая вот эта вещь. У нас два варианта. Либо все в Швейцарии устучать по холодильнику, либо все в Америку на помощь. Но это все не то. Видишь, это не очень бы не хотелось. То есть хотелось бы быть членом этой организованности все-таки. Не котом и не помочь некрасивому. Каждому человеку, а его отдельным коммунистом. Ну да. Но для наших, безусловно, в швейцарской, кого спрошу, ух ты, швейцарское чудо, две тысячи евро просто так дают людям. А там уже и дому, как правило, у всех у них есть. И экология чистейшая. И она практически морская страна. Там озера по 200 километров в длину. Их там куча. У каждого яхты и так далее. Они выходят под этими яхтами. В Альпы, на солнце, все это настолько здорово. Это такой высочайший уровень жизни.